Так, ну вот, такое название у моего квиза «Этодинамики догадаются» по сленгу, чем идет речь. Вот, я повторюсь, это реальный случай, когда мы получили результат исследований разведшейся скважины. У нас были результаты исследований на стационарных режимах и кривая восстановления давления, зарегистрирована также в скважине. Важно было, результаты, вернее, материалы были переданы на интерпретацию. Первая интерпретация нас удивила, мы провели повторную, она еще больше нас удивила, и мы начали в ней разбираться. Потратили мы гораздо больше времени на ситуацию, чем вам дается, 5 минут. А результаты мы получили следующие. То есть мы проинтерпретировали кривую, ну, время пошло, но я пока расскажу. То есть мы получили три разных варианта. То есть в обработке мы получили вот такой вариант бесконечный пласт, вот такой вариант. Причем этот вариант у нас был интерпретирован в одном случае как приток к трещине, в другом случае как какая-то непроницаемая граница на каком-то расстоянии. Ну, здесь не принципиально, потому что это смоделирование в данном случае. Для разведочной скважины, как вы понимаете, это довольно принципиальный момент. То ли мы имеем какую-то трещиноватость, то ли мы имеем какое-то литологическое ограничение. То есть нужно было дать заключение, с чем связано это, это или это у нас. Вот один из этих вариантов правильный, а два неправильный. Вот теперь я попрошу, во-первых, выбрать какой правильный и почему другие неправильные. С чем связана ошибка при обработке интерпретации кривой? Ну что ж, коллеги, вопрос задан. Так, несподнятая рука. Руслан, выводим вас в эфир. Добрый день, коллеги, слышно меня? Да, Руслан, приветствую. Приветствую, Василий. Ну, первое, что приходит в голову, это история. У вас там какой-то маленький пик с высоким дебитом перед остановкой на КВД. Если вы его учитываете или не учитываете, соответственно, и меняется и форма кривой. Третий вариант, по-моему, самый оптимальный. И правильный. Вот, как это да. А какой мы вариант? Вот что мы здесь сделали? Да, мы не учли пик, но что мы здесь делаем? Ну, вот в первом случае, по всей видимости, вы его учли наоборот. Да? Или все-таки отработка с чем была, каким? Это фонтанная история. Фонтанная история. Ну, давай так. В данном случае это же модель. Она как бы, ей все равно отрабатывали. А в реальности это была фонтанная история. Ну, то есть, хорошо, я согласен. История, да. А как мы, почему мы неправильно взяли историю? Вот что мы здесь сделали? Вот в этих вариантов. Что у нас привело к искажению? Причем довольно существенно, да, братья, здесь и проницаемости в разы меньше, и геологически... Но проницаемости в разы меньше, потому что на разном уровне установили просто уровень каш. Нет, смотрите, ну, потому что мы здесь предполагаем вот такую конструкцию, поэтому мы сделаем здесь. Здесь предполагаем вот такую конструкцию, потом сделаем здесь. То есть мы как бы исходим-то вроде исправильных, как посылок. Но сама кривая неверная, где здесь право, история неверная этого права, а что мы, какую историю мы сюда внесли? Ну, в первом случае... Ну, вот этот пик, он был по фактам, резкий выброс перед остановкой. Да. И вы его в первых двух случаях учли? Или наоборот учли в третьем случае? Это вопрос мне? По мне, так, скорее всего, вот этот пик может дать искажение на... Он не повлияет на фильтрацию в пласте значительно за счет того, что он кратковременный, но даст искажение на производное. Если вы его учли, в первом случае, то вы просто на разных уровнях выставили, смотрели, какие могут быть варианты развития событий, либо трещиноватости, либо влияние границы. В третьем случае вы, по мне, его не учли, и это привело к нормальному распространению сигнала по пластику. А, вот какой вы будете делать. Не совсем, вот тогда принципиально неправильно. Василий, у нас в чате есть версия. А не может ли быть такого, что вы при первоначальной интерпретации там делаете искажение на производное, просто берете историю короче, чем нужно? Длительность мы берем полную. Ага, вы берете полную длительность. Вот Антон, ответ нет. Нет, я скажу, что Антон тоже прав. То есть вот все крутится вокруг истории. Антон, если это Антон мой коллега, то все-таки чувствуется, да, профессионализм. Ну и Руслан, безусловно, опыт, сколько Руслан, 15 лет, наверное, есть, опыт интерпретации. Конечно, всякое видели, да. Еще вопрос из чата. Стартовое давление учтено? Вот я передаю его слово в слово. Нет, ну здесь не учитывалось стартовое давление. Здесь история за мной стоит 9, обрабатывается, цифровое восстановление давления. Ага, я понял. А можно я короткий уточняющий вопрос задам? Да, да. А скважина однофазная? Да. Вот в реальности она, может быть, и была с продукцией воды, но в данном случае мы имеем модель, и модель однофазная. Мы же сейчас на модели смотрим, да? Да, да, я вас понял. Так, у нас есть подняка рука. Дмитрий Листойкин. Дмитрий, вы в эфире. Дмитрий, вы можете включить микрофон и задавать вопросы. Да, добрый день. Слышно? Да, слышно. Ну, изначальная версия тоже про предысторию, но, возможно, вы в одном случае предысторию сгладили и установили одну, а во втором, ну, где верно, использовали все по факту, как есть. Вот это абсолютно верный ответ. Спасибо. Так, я перелистываю на результат, и обратите внимание, коллеги, которые занимаются интерпретацией исследований разведшей скважины, особенно если это было больше, чем 10 лет назад, да, гарантированно, мы получали такой результат. Мы получали дебет перед остановкой, какое-то значение, и кривую восстановление давления из акта испытания. И мы должны были заработать с этой информацией. Вот работая с этой информацией, ну, у нас есть момент запуска скважины на испытании, у нас есть момент остановки, мы ее интерпретировали и получали вот такую кривую. Но, зная район расположения скважины, вот такие вот варианты, как трещина, заведомо это был переген и коллега, наличие границы тоже не подтверждалось, потому что Западная Сибирь, она, так скажем, не располагает там большим количеством озлова. Вот. И нам пришлось что сделать? Нам пришлось восстановить историю. Это я про реальные случаи рассказал. Нам пришлось восстановить историю. Вот этот пик перед остановкой, он на самом деле был зарегистрирован на КВД, на первоначальном. Ну, здесь вот его нет, но вот здесь вот он появляется. И после того, как мы учли всю историю, мы получили правильную интерпретацию, что это все-таки зона дренирования там. Мы не исключаем, что здесь есть разлом, да, просто мы его не достигли. Но в данном случае это радиальный приток в бесконечной пластейной эпикальной стоимости. То есть мы четко интерпретируем проницаемость, ну и все, соответственно, традиционные тараны. То есть вот таким образом учет дебета, особенно там, где он при регистрации, так скажем, не четко фиксируется, а вот разведочная скважина пришлось восстанавливать генетические журналы и так далее. То есть это оказалось существенно на, существенно влияет на принятие решений о геологии, да, и о таком участке. Вот, спасибо, коллеги. Ну, я хочу сказать, что Руслан, правильно, да, что это вопрос истории. То есть любое искажение вот такое, если мы знаем, что такого не может быть на данном бете, это, конечно же, история, что очень важно нам для интерпретации. Вот такой вот простенький, коротенький квиз. Немножко, конечно, для развлечения. Спасибо. Там Руслан поднял руку. Давайте мы дадим ему все-таки отказаться. Он будет отстаивать свою точку зрения. Да нет, конечно, свою точку зрения отстаивать не буду. Я просто удивился, что вы вообще могли использовать средний дебет при интерпретации разведочной скважин. Ну, это было давно, мы были неопытные, и у нас не было бы... Мы были молодые. Поэтому даже в мысли не пришло, чтобы... Понятно. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Руслан. Спасибо большое, Дмитрий, да, за правильный ответ. Очень интересный кризис, на самом деле, поучительный, да, показывает, как делать нельзя ни в коем случае. Это совершенно правильно. И действительно очень красивые картинки. И действительно показывает, какие могут нас настигнуть проблемы. Ну, я хотел бы поблагодарить, да, и Василия Михайловича, и вообще в целом компании «Вашник Петротез» за очень интересную форум-сессию. На мой взгляд, насыщенную, веселую, да, самую первую вот такую содержательную на нашем форуме. Спасибо вам огромное. Будем рады видеть вас на всех наших следующих декомах. У вас, конечно, золотой били.